Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать необычные проекты техники. И на очереди у нас российский бронебуз. Я не буду лукавить и водить вас за нос, и сразу скажу, что данный проект является первоапрельской шуткой. Однако многие зарубежные сайты, особенно китайские, приняли эту шутку за чистую монету, а в отдельных группах и форумах даже прогремели серьезные срачи. Тем не менее, проект занятный, поэтому давайте разбираться, что он из себя представляет. Впервые новость и статья про бронебуз была опубликована 1 апреля 2018 года в журнале «Грузовик Пресс». В принципе, весь текст пропитан нескрываемой иронией про секретность, уникальность машины и так далее. Впрочем, скорее всего, иностранцы не выкупили прикола. И еще раз повторюсь, все, что вы услышите далее, является выдумкой. Машину якобы спроектировал Александр Валентинович Бушуев, главный конструктор НИИ КМАП. Ее проект был якобы показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». По словам Бушуева, идея бронебуса пришла в голову еще в 2010 году, когда он увидел, как к остановке подъезжает набитый пассажирский автобус. Набросав идею на салфетке, лишь через несколько лет он смог притворить задуманное в жизнь. Бронебус – это полностью автономное тактическое средство для наведения порядка в условиях мегаполиса, где плотность населения очень велика. Под проект бронебуса был создан целый отдел. Первый образец был готов через год и два месяца, а еще через пару месяцев он бороздил испытательный полигон и улицы Москвы. Чтобы не привлекать повышенного внимания, бронебус покрасили в цвета общественного транспорта, сняли все вооружение и установили знаки и табличку «Учебный». Бронебус оснащается гибридным двигателем мощностью 582 лошадиных силы, что позволяет разгоняться до 247 км в час. Электропневматическая подвеска на такой скорости уменьшает клиренс до 72 мм, а вот на дорогах с плохим дорожным покрытием клиренс увеличивается до 320 мм. При переходе бронебуса в состояние боевого укрытия централизованная система подкачки шин делает клиренс равным нулю. Автономность обеспечивается системой жизнеобеспечения экипажей и бойцов спецназа. Они могут размещаться внутри бронебуса в течение 128 суток. Внутри сварной капсулы есть все необходимые системы, которые дублируются. Даже один бронебус — это крепость на колесах, а сцепка из нескольких бронебусов — это вседорожный бронепоезд. По словам создателя, заказчиком бронебуса является достаточно известное государство Третьего мира, на территории которого неспокойная военно-политическая обстановка. Также ведутся переговоры и со странами Европы. В конце беседы создатель бронебуса приоткрыл завесу тайны и сообщил, что ведутся активные работы по полностью роботизированному бронебусу, который способен передвигаться сам по себе. Также начались проектные работы по бронетролейбусу. Вот такой интересный и забавный проект. Как по-вашему, шутка удалась или нет? Напишите свое мнение в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин